Монотерритория близ расположения войсковой части 75-244, близ Алтуслага. На велосипедной дорожке, если быть точным, вот за борт, через дорогу видно, что объекты тут существуют. Это как раз тыльная сторона заправочной станции. В эту сторону, на Алтуслагер, за велосипедом, в противоположную сторону Троебреса. Попытаемся проехать на велосипеде в сторону Алтуслагер с этого места. Времени сейчас 11.17. Как же мне теперь с этим устройством неудобно. Да, устройство привел в надлежащее состояние, который подвес карданный. Попытаемся сделать видео с велосипеда в движении, как он будет себя чувствовать. Время посмотрели. А, весна начинается здесь, в этих краях. Так можно сказать. Как видите, все тает. Даже дождь небольшой капает. 5 градусов тепла. Недавно была морозная погода, снежная. Сейчас еще снежная, но, как видите, все тает. Продисловие большое. Попытаемся проехать в сторону Алтуслагер с этого места. Тем более, дорога тут расчищена полностью. Вот она, растаяла. Дорожка. Мы воспользуемся этой возможностью. Попробуем поехать. Начинаем движение. С левой стороны, как раз, здесь, это за забором расположение войсковой части 75-244. Вот здесь будет сейчас за окончанием забора будет КПП, которое участники группы определяют. То есть, нет, единство определяет, как КПП техническое. Кто-то говорит, КПП номер один. Кто-то ничего не говорит. Но объединяет одно всех. Никто не говорит, какие года это все было. Вот здесь было КПП. Мы здесь были вчерашним днем с вами. Здесь мы завершали видео. Остановимся. Попытаемся. Здесь как сложно. Вот здесь было КПП. Это тыльна сторона этого объекта, который или гаражи это, или боксы. В эту сторону, вдоль дороги, ничего нет. К сожалению, даже нет забора. Было много объектов разных. Сейчас нет никаких. Снег лежит еще толстым слоем, но недолго будет он лежать. С этого места, с этого КПП, многие ходили в Алтуслагерь, или ездили на велосипеде, или на каком-либо другом транспорте, ну и обратно. Ну, многие это военнослужащие, члены семей военнослужащих, ну школьники. Да, довольно наемные. Кто-то вспомнит эту дорожку. Мы на велосипеде. Вот здесь вот видно, как бугор, какой или насыпь. Здесь подвальное помещение находится под землей. Сохранено. Там прибежище летучих мышей. Мы там бывали с вами. И дальше там уже дома стоят. Дома, досы. Да. Да, почти весна. Почти. Зимы было немного. Наверное, обратили внимание. Мы ежедневно делали фото, видео. Да, вот ветроэлектрогенератор здесь попался. А к нам посмотри. Это жестик. Джостик. Им пользуясь. Стички. Солнышко появляется. Простите внимание. Солнце. Только сейчас дождик был небольшой. Да, можно сказать, чудо чудное. Не ожидал, что солнце появится. Появилось. Вот здесь был забор. Бетонный. Но его нет, как видите. Здесь бы мы видели уже с вами объекты, которые цех номер один. Вот здесь был бы красный перпича, которого уже нет. этого здания. Там же там находится еще здание ЗИПа. Цех ЗИП. Вон там его видно. Крышу-то мелькает. Род поднялся. Вот прямо. Как раз вот этот здание ЗИПа. Опять же пытался проехать в сторону. Полигоны. На полигон пытался он, увы. Снег не может. Вот видно какой. Видно здесь, какой слой снега. Он уходит, но еще далеко не ушел. Невозможно на велосипеде двигаться. Солнце ушло. Мы были очевидцами. Солнце было. И вот слева было КПП, которое... Где заходила ветка ЖУДЭ. Сейчас мы подъедем туда. Я считал ранее, что там было главное КПП или основное. Вообще у нас путь-то не сосуществует, потому как мало кто комментирует. Если кто комментирует, то не указывают года прохождения воинской службы. Надо учитывать, что здесь мы находились долгое время. Ну, почти 50 лет. И за это время... Всяко могло быть. Так и менялись названия этих КПП. Даже месторасположение. Вот где машина прошла. Сейчас мы там, где начал говорить. Вот. Там было как раз въезд на территорию войсковой части. В том числе и ЖУДЭ-линия. Сейчас мы увидим. Вот здесь она будет. В правую сторону через дорожку. Тут просека. Видно, что туда линия шла ЖУДЭ. Вот она это. Заезд сюда. Заезд. Заход. И ЖУДЭ-линия тут была. Ну, с правой стороны уже расположение войсковой части. 47-280. Вот здесь насыпь. Вот. Вот она. Линия шла. От основной линии ЖУДЭ. От ветка заходила сюда. И от солнца. И вот сюда заходила линия ЖУДЭ. Мы оттуда с вами едем, едем. В зимнюю пору. Наверное, не сказал сегодня 17 февраля. 17 февраля 2021 года. Продолжаем движение. Это заросли Ежевики. Вот скоро нам будет уже пожевать. Да, здесь уже был техпарк войсковой части. 47-280. Вот тут слева. Забыли, где-то он. Спасибо. Да, мы на велосипеде. Опять же, повторяюсь. Может, кто-то не брит. Помним они. На велосипеде. Дорога хорошая. Не скользкая. Нет. Мы используем сегодня с вами подвес. Карданный. Называемый. Ну, силосом запах на машину. Знаете? Вот сюда въезд. На территории техпарка. Вот здесь след пошел в сторону полигона. Полигон и минует техпарк. Но с правой стороны уже был бы там плац в пасковой части 47-280. Стадион. Мы дальше едем. И вот въезд. Офис на. Попробуем удальше проехать. Сколько получится. Первое здание справа. Это, естественно, небольшое кафе. Недавно его, года два-три, его открыли. Действует. Ну, на вынос действует. Или даже закрыто сейчас. Вот он. Мы въехали с вами в автобусную. Со стороны расположения войсковой части 75-244. С правой стороны был Хлебзавод. Он и сейчас есть. Это новое, совершенно новое здание. Хлебзавод здесь был. Да. Чуть дальше. И туда дальше же было здание вокзала. Жили. Которого уже не существует. Там что-то работает. Что-то раздевают. Обрезают деревья. С левой стороны был забор. сбор. Его нет. С правой стороны это огорожена территория. Участок продается. Уже сложно здесь довольно, довольно сложно ехать. Попадается ледок. Скользко. Ну, мы уже и заканчиваем. Завершаем наше видео. Вот видно, какие лужицы на дороге. весна. В конце недели будет уже 15 градусов. Тепла. Конечно, снег будет. в такое время. За это время, да, уйдет. Вот мы успели с вами сделать видео. Ну, еще снег тут лежал. Лежит. И направо. Направо. Показали. Камеры показали. Ну, прямо уже уже до переезда. Вот здесь был был Гаштет у Марты. Мы доедем до переезда и завершим видео. 17 февраля. Вот, какие лужицы. Вкусно. Во всяком случае, похоже. Вкусно. Это мы уже двигаемся по Каштане налеем и повернули с вами его. Подъезжаем к ЖД-переезду. Станция здесь находится. Станция ЖД-индер. Станция ФРОПС. Ну, вот мы сделали видео с помощью технических средств. Да, с помощью кардана использовался. карданный подвес. Да, вот так видно. Это КПП войсковой части. 47, 279 и другие части здесь размещены. Всем все доброго. До свидания. до новых встреч. А как же меня остановить? субтитры подогнал «Симон»? субтитры подогнал «Симон»? субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...